В соответствии с законом 2010 года об организации предоставления государственных и муниципальных услуг вводится принцип одного окна, который означает предоставление государственной или муниципальной услуги после однократного обращения через специальные многофункциональные центры. Подобные центры уже давно существуют в Москве и Московской области. А как обстоят дела у нас в районе? Можно ли у нас сегодня получить любой документ, обратившийся всего в одно окно? Этот вопрос мы задали Людмиле Егоровне Сафроновой, заместителе председателя комитета по экономике администрации Пушкинского муниципального района. В Пушкинском муниципальном районе, как и в других районах Московской области, создан многофункциональный центр. И он создан, конечно, в первую очередь для того, чтобы оперативно и комплексно решать различные проблемы граждан в удобное для них время и в удобном для них режиме, при помощи, конечно, профессиональных специалистов. По сути, МФЦ даст возможность нашим гражданам решать много вопросов, связанных с получением муниципальных и государственных услуг без посещения различных организаций, то есть по принципу одного окна. То есть вот я считаю, что основной плюс организации МФЦ – это экономия времени граждан, для того, чтобы они не стояли в очереди для получения различных справок, информации. И в созданном МФЦ населению будут оказываться порядка 46 муниципальных услуг. Это в первую очередь услуги, связанные с оформлением земельных участков, постановки на учет малоимущих граждан для получения жилья, оформление разрешения на строительство, выдача архивных справок и другой информации, которые все о порядке оказания этих услуг, о сроках оказания, о времени и работе МФЦ будут прописаны в утвержденных административных регламентах. То есть оказываться будут услуги бесплатно. Единственное, оплату будет производиться населением только госпошлим, то, что положено гражданам по налоговому законодательству. Сама услуга бесплатная, содержание МФЦ будет за счет бюджета Московской области и бюджета Пушкинского муниципального района. То есть услуга для населения, я считаю, вот эта организация, которая позволит, я думаю, привлечет интерес у населения и позволит им удобно и в один день получить услугу, ту, которая им необходима. Гражданин, придя в МФЦ, по размещенной информации, увидит, какие документы он принесет. Кроме тех, которые прописаны, определены административными регламентами, гражданин не приносит никаких документов. Минимум тот, который нужен подтвердить его личность, подтвердить право на недвижимость. А все остальные, если оформить, допустим, земельный участок, получить какую-то другую информацию и получить государственную услугу, тоже можно в этом многофункциональном центре, потому что, подав заявку в соответствии с регламентом, уже специалисты МФЦ будут заказывать услугу, необходимые справки, запрашивать вернее, и в регистрационной палате, и в Росреестре, и в налоговой, или в ЗАГСе, или в архиве том же. То есть не надо гражданину приходить, идти в архив. Интернет-поддержка будет. Вот этот многофункциональный центр на сегодня планируется оснастить самым современным компьютерным оборудованием, специальной защитой всей информации, которая будет в МФЦ. Создан юридическое лицо, назначен руководитель, будут закуплены, выделены эти средства на оснащение МФЦ. Все это будет закуплено. Через интернет и сегодня можете подать заявку. Сегодня размещены регламенты. Вы можете получить любую услугу, в том числе и муниципальную услугу, та, которая прописана в административном регламенте. Вы можете на сайте администрации Пушкинского района посмотреть административный регламент, перечень услуг, которые на сегодня разработаны по направлениям, и посмотреть, можно, нельзя. То есть не все услуги можно, допустим, через интернет оказать. Но те, которые можно, они прописаны в административном регламенте, определены. Предполагается электронная очередь, записаться можно по телефону. На самом деле в определенное время, но я думаю, что это будет достаточно и по режиму работы, удобный для населения, потому что обязательно будет и в субботу работать МФЦ, и обязательно будет смещен время после 6 до 8 часов, до 8 часов, 1 или 2 дня. То есть режим работы будет определен потребностью. И, кроме того, будет работать 21 окно. Территориально это находится город Пушкино, 1-я Серебрянская, дом 21. Нежилое помещение в многоквартирном доме, разработана уже проектная документация, ведется подготовка, есть перечень оборудований, которые необходимы, там перечень работ, который будет. Согласовываем все работы с областным многофункциональным центром, он является нашим куратором. Максимум мы в этом году освоим средств, ну а вот, допустим, уже начало работы, конечно, в 2015 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова